Добрый день! Вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотоклуб под названием Найт Райдер СМС Россия. Здравствуйте! Здравствуйте! Мотоклуб у нас представлен президентом Ильей. Фамилию спрашиваете? Да, не надо. Не обязательно, да? Кому надо знать. Да, а также вице-президент Григорий. Очень рада вас видеть, тем более, что вы у нас впервые. Так же, как и мы вас видим впервые, так же и вы нас видите впервые. Ну, будем рады знакомству. Давайте начнем, наверное, с небольшого рассказа о вашем клубе. Что это за клуб, когда он образовался, вообще чем он занимается и действительно ли он такой МС или только так притворяется МС? Ну, наш клуб с 1999 года существует. Образовался он в Карелии изначально. Вот. А мы с Григорием представляем питерское отделение, которое сформировалось и плотно существует уже в Питере с 2018 года. Вот. То есть именно как отделение. А что за клуб вообще Карелия? Почему он какой-то международный получается? И почему именно вы вдруг, петербургские жители, примкнули именно к этому клубу вообще? Как это так получилось? Ну, международный вряд ли. Карелия – это все-таки Россия, хотя и республика отдельная. Ну, наверное, как обычно у всех где-то завязали знакомства, где-то кто-то чем-то заинтересовался и потихоньку люди собрались по интересам, вот, которых интересы совпадают, которые готовы там друг друга поддержать. И, таким образом, количество народа уже в Питере стало таким, что было принято решение открывать отделение. Вот, соответственно, сейчас у вас есть отделение в Питере, соответственно, есть люди, раскиданные по другим городам. Это Великий Новгород, это Мурманск, это Архангельск. Ну, в основном все северные такие, да? Не только. Северо-западные? Не только. Чем прославился клуб? То есть, как я понимаю, у разных клубов бывают разные задачи. Некоторые путешествуют, некоторые что-то ремонтируют, некоторые куда-то соревнуются в чем-то, некоторые организуют мероприятия. Как я понимаю, вот последняя – это ваша тема. Ну, да, то есть, изначально материнское отделение в Карелии уже, вот, в этом году будет 16-й, организует фестиваль, большой карельский фестиваль. В каком-то году он даже получил статус международный, потому что туда приезжали люди, там, и из других стран. Вот, называется он «Рок-н-Род», проходит он под поселком Гирвас каждый год в середине июля. В этом году тоже будет? Будет, конечно. Ну, наверное, последние два года не очень хорошо все это было. Там, конечно, официально, как бы, никто ничего не разрешал, но люди все равно настойчиво приезжали сами, то есть, и организовывали там какой-то такой палаточный лагерь, который, ну, неофициально, как бы, да, то есть люди отдыхали именно в эти же даты, когда должен был проходить фестиваль, но, к сожалению, да, был отменен по этим ковидным ограничениям. Илья и Григорий, скажите, а вот вы принимали участие в организации именно тех фестивалей? То есть, вот сейчас мы перейдем уже непосредственно к Комарова «Байквик», который пройдет в ближайшее время в Санкт-Петербурге уже под нашим городом. То есть, у вас какой-то опыт уже организации таких мероприятий есть? Ну, «Рок-н-Род» конкретно организует материнское отделение, это Карелия. Вот, мы всегда оказывали там свою помощь, помогали, смотрели, как это делается, соответственно, вот, имея вот некий такой багаж опыта, да, мы решили организовать уже в Питере конкретно своими силами, уже, соответственно, с привлечением карельских товарищей. А, то есть, все равно не только петербургское отделение, а вообще весь клуб, который называется «Найт Райдерс», организует это вот новое мероприятие? Ну, можно и так сказать, конечно. Клуб-то один, интересы у нас общие, соответственно, никто никого у нас не бросит там на производство, и мы, естественно, приедут помогать. Так же, как и мы приедем туда. Ребят, это ваш дебют, получается? В Питере, да. В Питере. Вот, но, опять же, вот этот фестиваль, это такой, как его называть, апогей, да, если слушатели знают, многие, в принципе, у нас, наверное, бывали, у нас, наша площадка, которая называется «Байкпост», мы находились на грузинской. Мы уже второй-третий год подряд в межсезонье, как каждые выходные, проводили концерты. У нас играла рок-музыка, собиралось достаточно много народу, вот, и вот на протяжении этих двух-трех лет мы смотрели, слушали, да, какие группы у нас играют, и вот по итогам всех вот этих вот наших зимних мероприятий все эти же группы будут играть у нас на фестивале. Ну, подробности о том, что ждет зрителей, посетителей вашего фестиваля «Комарова Байквик», который пройдет когда, кстати? 27-го, 28-го, 29-го мая. Вы слушаете Моторадио, и так, в те выходные, когда в Санкт-Петербурге празднуется День города, в Комарова, под Петербургом пройдет «Комарова Байквик», который организует мото-клуб «Найт Райдерс», МС «Россия», Санкт-Петербургское отделение. И сегодня у нас в гостях его представители Илья и Григорий. Давайте перейдем непосредственно к тому, что это за мероприятие, которое пройдет в нашем городе впервые. Кого вы туда зовете, кого ни в коем случае не зовете? Мы никого не зовем туда. Мы никого не зовем туда. Говорят, что сами все прийдут. Но по группам, наверное, Григорий больше скажет, кто у нас будет выступать. Выступать будет 16 коллективов. Все нам дружественные. Все у нас играли, выступали в прошлом. Отношения у нас со всеми дружественные. Поэтому ребята отозвались выступить достаточно доброохотно. Ну и, соответственно, для них мы там создадим самые лучшие условия для выступления. Будет две сцены у нас. Одна будет от бэкпостбара сцена, одна будет большая, основная. Вот, ребят, мы рандомно поделили, соответственно, на выступающие половины. Вот, как бы на большой сцене у нас будет выступать и открывать мероприятие наша группа, которая одно время репетировала даже у нас. Это группа Крэзи Сонос, парни молодые. Ну, такие, скажем так, близкие отношения сложились с ними. Поэтому они открывают, будут мероприятия. Мы все дружно выйдем. Будет церемония открытия непосредственно, на которую мы заедем после мото-пробега по Комарово. Вот, соответственно, скажем всем привет, послушаем, снимем на запись видео. Вот, и отчаливаем оттуда дальше заниматься клубными делами. Вот, и концерт начнется в 12 часов. Вот, ну, выступать будет много людей, где, соответственно, всех перечислять надо заметно. Со списком. Ну, в основном нормальный хард-рок, да, такой... Почему хард-рок? Не только. Вот, хорошая, живая музыка. Вот, сцен, так как будет две основных, как бы, да, одна самая большая и поменьше. Вот, мы решили разнообразить, соответственно, мероприятие с помощью нашего товарища Алексея Ветро. Он поставит электрон в лаунж, отдельно там турбазе, соответственно, можно будет пойти почилить около него с ним вместе. Вот, и в 23 часа, соответственно, дискотека Алексея Ветро превратится на масштабное мероприятие, но уже в задание. Ну, чтобы не мешать тем, кто будет спать в клаватках, отдыхающим, как бы, ну, но можно было пойти еще на своих собственных силах потрясти, там, булками. Вот, и продолжить веселье, как бы, мы не заканчиваем в 11, мероприятие будет всю ночь, пятницу и субботу, соответственно. Ну, что еще тут добавить? Звук будет хороший, самое лучшее в Петербурге мы взяли себе на вооружение, поэтому сцена будет качественная, звукорежиссеры тоже. Ну, мы как-то сразу перешли к музыке, а вообще с чего начнется? Вы упомянули заезд, проезд, прохват какой-то, да? Да, будет организована нами, для нас самих, поездка мимо социально значимых объектов города Комарова, соответственно, в сопровождении наших друзей. То есть не только мы поедем, не только хлоп, но и, соответственно, будем возвращаться к 12, обратно заезжать в город, а где-то старт примерно в 11. А что значит социально значимые объекты? Это что вы имеете в виду? Ну, посетим там одно заведение, как бы, не будем вдаваться подробностям, как это правильно назвать. Оставим добрые желания, скажем так, при себе. То есть это в рамках вашей какой-то благотворительной деятельности? Ну да, да, да. Мы не афишируем благотворительную деятельность, которой занимаемся, но, соответственно, и не призываем к этому посторонних людей. Поэтому сами, сами оттуда и вернемся. То есть праздник начинается с добрых дел. Да, нужна чистая карма. Чтобы праздник хорошо прошел, да. Нужно карма очистить. Ну и потом все собираются, как я понимаю, в полдень, 27-го, это 28-го. Основной день мероприятия. Это суббота, да? Это суббота, да. И начинается концерт, конкурсы, разные там мероприятия, сопутствующие деятельности. У нас будет вести программу Светлана Шелкановцева. А что это за ведущая, расскажите? Эта ведущая будет дебютировать это мероприятие. Есть такое сообщество барышин в городе Санкт-Петербург, называется All Beach Club. Они проводят там разные мероприятия. Игрища у них. Игрища. Игрища, если слышали. Достаточно известная города. Ну, такое название довольно игривое. Ну, нет, пошлого там ничего нет. Кроме Светланы. Ну, а пошлая Меру, конечно, сумею очень сильно. То, что нам надо. Любим, Меру и пошло. У нас будет конкурс красоты. Подождите, к этому мы еще вернемся обязательно. Это самое, конечно, главное. А все-таки, чем обусловлен такой вот выбор? Обычно все-таки такие вот байкерские слеты, моты, мероприятия. Это все равно праздник мужчин в основном. Я понимаю, что девушек вы тоже приглашаете. Но все-таки. Все эти праздники мужчин всегда проходят рядом с женщинами по-любому. Они всегда есть рядом. А тут вдруг ведущая женщина. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Мы же не это самое, ну, традиционная ориентация девушек. Мы любим мужское мероприятие из одних мужчин выглядит очень тоскливо. Ну, в общем, наверное, да. Хотя, в общем-то, по-моему, чем меньше женщин, тем лучше. Но это я рассуждаю как женщина. Мы не на корабле, слава богу. Итак, что за конкурс красоты в таком случае? Не совсем конкурс красоты. Это титул Miss Komarowa Bike Week. Будет выбрана в 21.50 главной сцены. Проведет, соответственно, на конкурсной основе мероприятия. Мы девчонок всех анонсируем, которые занимают... Как это правильно назвать? Сейчас они подают... Сейчас собираем заявки. Сейчас заявки собираются. Никаких лайков или там репостов и фотографий, накручиваний в интернете. Конкурс будет живой, никакой пошлятины. Соответственно... А, есть какие-то требования, условия, возраст, вес? Конечно, зарегистрироваться до 26-го числа на наших аккаунтах ВКонтакте, например, выложив фотографию, оставив комментарий. Прийти вовремя в 21.50 главная сцена на место проведения. И выслушать того человека, который будет проводить это мероприятие, о, скажем так, подробностях того, что нужно сделать. Опережая заранее. Так, стоп. То есть они должны еще что-то делать, да? Это же конкурс. Это же конкурс. Что-то плохое, наверное. Нет, плохого ничего. Какого пошлого, плохого, там, аморального, все прилично. Ну, может быть, у нас разные взгляды на то, что такое пошло. Мы же в доме писателей проводим. Конкурс, мы не можем опошлить такое... А, то есть чтение, да. Конечно. Написание рецензии на прочитанное. Кстати, надо подумать. Интересно. Изложение, сочинение и так далее. Ну, не совсем, не совсем так. Как бы, это больше... Ну, оставим, наверное, это все-таки как интригу, да, мероприятие. И вот, кому интересно, тот посмотрим. Ну, что, верхнюю часть одежды нужно будет снимать? Да, вообще ничего не нужно снимать. Зачем что-то снимать, чтобы стать мисс Комаровой байк-вик? Нужно прийти и быть уверенным. Другое дело, если придет без нее сразу. Да, если придет без одежды. Вообще, то есть требования не к возрасту, не к мотоциклистке, не мотоциклистке этого неника. Мотоциклистка. Обязательно, да? Мисс Комарова байк-вик. Там же написано у нас на аккаунтах. Вот она, мототему. То есть это барышня как минимум должна. Ну, так вы знаете, сколько фотографий вот на этой яре. Да, барышня как минимум должна понимать, что она тут делает на Комарова. Что это мото-мероприятие. Естественно, пару вопросов там зададут. Как вы относитесь к мото-культуре в целом. Почему вы тут оказались вот такая симпатичная претендентка. Ну, к примеру, да? То есть она не обязательно должна быть мотоциклисткой. Она должна сфотографироваться на мотоцикле. Нет. Потому что у меня вот тысячи фотографий на этой яре. Я на ней никогда не ездила и ни на какой другой не ездила. Но я не мотоциклистка. Ну и что? Это же не конкурс водителей мотоцикла. Это мисс Комарова Байк Вик. Это лицо, которое будет в следующем Комарова, соответственно... Потом я уже давно не мисс. Соответственно, в следующем Комарова будет представлена, как титулованная барышня, которая замена в прошлом году. Этот пост, скажем так, она будет прославлена на наших ресурсах. Что вот это она, посмотрите, соответственно, выдана там вот эта штука, которую одевают, корона там. А, и корона будет? Конечно. Из чего? Это... Вот сейчас. Это... Да, это секрет. Потом все... Потом посмотрите. Ну, как бы точно не со зоны. Да, интересно. Нормальная корона, рукотворная. Парни у нас есть, кто умеет делать красивые вещи, вот сделают корону. Не из деталей мотоцикла. Да какие детали мотоцикла? Из руля. Из руля. Может быть, там кусок водопроводной трубы и заюзывает. А может быть и нет. У нас есть человек, который отвечает за это направление, он сделает красивые, это точно. Мы ему доверяем. Напоминаю, что в студии Моторадио сегодня Мотоклуб Найт Райдер СМС. Григорий и Илья президент клуба, Григорий вице-президент. Отделение. Да, отделение Петербургское. Ну, спасибо. И организаторы Комарова Байк Вик, который пройдет уже совсем скоро в Комарова, соответственно. Вот мы как-то немножечко начали, затронули тему МС в начале нашего разговора. И хотелось бы вернуться все-таки, потому что вы мне сами напомнили о том, что я обещала спросить вас, чем вы отличаетесь от других. И вообще, действительно ли вы такой вот МС, и вообще, что это значит в вашем понимании? Ну, отличается от других, как бы, наверное, любая формация, как бы, какая-то одна отличается от другой чем-то. Вот. Как уже было сказано по поводу МС, являемся мы настоящим МС или нет. Ну, если с нас еще никто не потребовал, да, этот статус снять, соответственно, значит, принимают как МС. МС-клуб – это такой сплоченный коллектив, который в горе радости, в беде и веселье, и, естественно, с какими-то своими жесткими или не жесткими условиями и внутренним устоем. МС-клуб – делает все, чтобы не жить на взносах. МС-клуб – у каждого, как бы, свои до деятельности, но, скажем так, МС, наверное, это все-таки больше, когда ты клуб и его интересы ставишь превыше своих личных. МС-клуб – превыше семьи, превыше родителей, превыше работы. М. – Не надо путать эти моменты, никто не отрицал ее своих родителей, семейных обязательств, скажем так, обычной… Мирской жизни. Мирской. М. – Все люди семейные и ответственные, поэтому МС-клуб – это своя рода семья. МС-клуб – жестковатая, но это она. М. – А действительно жестковатая у вас дисциплина, да? М. – Достаточно. М. – А бывали случаи, скажем, ну, если это, конечно, не тайна государственная, там, расшитие там кого-то? Мы забирали наши люди в своем клубе Ну, у своих Никого Что нужно сделать для того, чтобы вот такое произошло? Перестать соответствовать облику джентльмена Другими словами, неплохо обделался Перед клубом Так что это уже Ну, это нарушение закона Или это просто Действительно, как вы сказали Джентльменского Утрата доверия Самое главное Не только в МСЕ, а в любом сообществе Которое собирается по каким-то интересам Это доверие Если ты уже не можешь доверять человеку В той или иной степени В каких-то там малейших вопросах Или тем более в каких-то серьезных Значит, с этим человеком уже можно По пути дальше не идти Скажите, вы до этого состояли в каких-то других клубах? Нет Это ваш первый клуб? Единственный Единственный первый Мы до этого не состояли У нас они не берут из других клубов В отделение И вообще в целом В клуб никого То есть до этого должна История полного роста Человека как личности Да? Да, не берут Если есть исключения Вот там Если по общему решению Кого-то Например, нужно Не нужно В целом Просто попросился в клуб И человек В исключительном порядке Рассматривается В нашей практике Это было Один-единственный раз Вот Но Да, такой человек Может приняться Но Ходить или по клубам Мы не собираем Всегда То есть Побыл тут, побыл там Это не наш Ну да Есть такие люди Ну я не знаю К сожалению или к счастью Но может просто им интересно Как-то попробовать Плохого нет ничего В том, что человек Сменил клуб там Или два Потому что сначала приходишь Ты не понимаешь Куда ты пришел А когда понял Понял, что это не твое И например Перешел в другой клуб Это нормальная тема А когда По-другому И все это меняется Много Гастролер такой Гастролер Или группа гастролеров Оттуда туда сюда Не наш формат Да Да Это формат совершенно не наш То есть И соответственно У вас Наверное Больше Молодежи в клубе Нет Или не факт Самый молодой Это наверное У нас я Мне 32 32 года Будет в августе Я уже 8 9 лет А у нас есть люди Которым мы уже Почти 50 Какой страшный Нет Это я к тому К вопросу о молодежи Хотя первые 40 лет Самые сложные В жизни мальчика Поэтому Бывает что И в 20 В 30 Да У человека Там Мозг сформирован Уже И понимает Что делать А бывает И в 50 Что там И ветер Бывает Скажите Я вот Если честно Первый раз Слышу Что клуб Он не берет Тех Кто уже состоял Раньше В другом клубе Это Сугубо у вас Или есть еще Такие Мы не спрашивали У других Не интересовались У нас есть Такое правило Про других Мы не интересовались Хорошо А кто вы вообще В обычной жизни Люди Чем вы занимаетесь У вас Какие-то же есть Это же есть Наша обычная жизнь Нет Да я понимаю Но вы где-то Наверное Зарабатываете деньги Я же говорю Мы же не живем На взнос Мы очень Плотно работаем Над собой Да Чтобы не работать На заводе То есть Среднего Не дано То есть Или работаешь Над собой Или работаешь На заводе Не ну Почему Средняя конечно Наверное есть Но Мы наверное Стремимся Какую-то Планку У себя держать То есть Вы в клубе Просыпаетесь В клубе Обедайте В клубе Засыпаете Просыпаемся Мы дома С женами Кушаем Там же Ну Кто-то с женой Кто-то Например С бед С бед С будущим Ну Нет Если взять Засыпаем ли мы в клубе Да У нас там Было где спать Есть Ну это Одно из правил Клабхауса Чтобы он был самобытен Полностью И функционировал В любое его время года Дня и ночи Можно пожить в клабхаусе Если нужно Это нормальная Тема Ваш клабхаус Это закрытое заведение Или вы приглашаете Вы говорили Что у вас там сцена Концерты Да При клабхаусе Был байкпост И бар И сцена И все остальное Клабхаус То что посещает клуб Вот К общественному Загляни Никак не относилось То есть Туда пройдет К уже к новому К уже к новому межсезонью У нас будет Новая площадка Которая Заработает Соответственно Полноценно Как и предыдущая Немножко в другом формате Это будет лучше Качественнее В общем Те кто был у нас На Грузинской И придет на новый адрес Им я думаю Порадится Вы какие-нибудь Клубные поездки Вообще Совершаете Какие-то выезды Конечно Не только на фестивале У нас еще катабельный клуб Потому что Накат большой Все путешествуют Чаптерные раны Клубные раны Совокупности Тоже проводятся Каждый год Ежегодный Все ездовые Посмотрите на одометр Моего мотоцикла Там больше 100 тысяч Милли накатано Вот Поэтому С накатом Все хорошо На чем Григорий ездите? Хардец Ага А вы Илья? Хардец А все остальные Тоже Харли Да Кстати я не обратила Внимание Вы сегодня на чем Приедете На них Да? Выйду посмотрю обязательно Мы как в клубе Каждый друг Коллега и запчасти Потому что Когда мотоциклы одинаковые Все-таки Проще обслуживаться Проще ездить в колонне Когда они примерно Одинаковые По своим характеристикам Обгон и все Вот это Это удобно Ну и делиться Соответственно Какими-то Остатками Да И остатками И знаниями По обслуживанию Ремонту И так далее Это все проще И набор инструментов Может быть Один На всех В принципе У любого клуба Где мы ездили Есть своя рембаза Одни и те же инструменты Легко вымутить Те или иные расходники Если что-то сломалось По пути Что в Европе Что в России Ну этого хватает Вот Такой Это можно сказать Мотоцикл Который есть везде Как Урал В советское время Вот И все в нем Что-то понимают По чуть-чуть Ну и соответственно Да Динамика одинаковая Расходы одинаковые Считать поездку проще Вот Ожидания одинаковые От всех Один набор Звучастей На всех А вы состоите В Хоге Там в каком-то отделении Хоге Это Хард Дэвидсон Оунирс Групп Там состоят те Кто состоит там Кто платит взносы Мы состоим В своем клубе В МС-клубе И с Хогом Сравнивать Формации Нет Ну может быть Есть возможность Стоять и там И там Нет Возможности Такой нету Нельзя одной попой На двух стульях Сидеть одновременно Ну Хог Это же тоже не клуб Это скорее Действительно Такое Международное Ну это как формация Но все-таки Несмотря на это Они там Ну носят же Свои жилеты У них есть Своя эмблема Свои нашивки Вот И все-таки Как ни крути Это какая-то формация Да Которая там Ну Как клуб Функционирует действие Да Соответственно В двух клубах Находиться Одновременно Не то что Не хорошо Не то что не хорошо Это даже Наверное Нереально Просто Я даже не представляю Как это может быть Нет Ну знаете Сейчас Мне кажется Уже всякое Может быть И вот чем больше Я общаюсь С разными клубами Я их всех Очень конечно Уважаю Ко всем отношусь Очень хорошо Но тем не менее Иногда слышишь Просто какие-то Парадоксальные вещи Что бывают уже Смешанные клубы Мужчины и женщины Бывают вообще В клубе Члены клуба Которые не имеют Мотоцикла И никогда на нем Не ездили И так далее Формации клубов Сейчас разные Их много Да Но мы себя все-таки Относим к клубу Который Именно как традиционный Который пошел Корнями Из МС Из соответственно Соединенных Штатов С прошлого века Соответственно Мы стараемся Все эти традиции И устои Поддерживать Учить молодежь Которая к нам приходит Да Воспитывать В этом же формате Вот Ну и соответственно Придерживаться Всех тех правил Которые есть А кто вообще Ну я понимаю Что есть президент Есть вице-президент Они сидят передо мной Вы эти правила Знаете Откуда вы их взяли Вообще Нет же такого Международного устава МС Ну конечно В интернетах Такую информацию Не найдешь А если найдешь Она вся разбросана И там можно Все разное Это же Ну во-первых У нас есть Материнское отделение Да Которое Как бы Мы Изначально Учили В Синьево Потом Когда мы уже Здесь начали Осваиваться В Петербурге Знакомиться С старейшими МС-клубами Питера Даже Каких-то там Международных Перенятие опыта Именно Из уст в уста Это самое правильное Из общения Наставничество Не Ну не наставничество Наверное Не знаю Как назвать Консультации Или все-таки Какая-то Вот именно В простом Общении В дружеском Вот это все Передается Все это Запоминается Ну Это передается Наверное Сначала Человеку Который еще Только кандидат Или как-то Проспект Ничего никому Не передается Просто все Подчеркивается Из общения Слушаешь Как живут люди Живешь так Если тебя это устраивает В целом Есть определенные Ряд правил Которые надо Следовать Вот И в принципе Об этом ряде правил Нигде не написано В интернете В простом доступе Есть поверхностные Материалы Что вроде бы Как бы должно быть Вот так Вот так И вот так Ну а дальше Уже познаешь этот мир Развиваешься сам Развиваешься Как свое окружение У нас в городе Есть традиция Представляться На мотосовете Клубу Демонстрировать Свои Эмблемы И так далее Вы проходили это? У нас есть традиция Понимать, что ты делаешь Люди, которые Хотят понимать Чем они занимаются Они Не стесняются Спросить совета Тех, кто сидит На занимаемой Земле В этом стопе Вы как отделение Все-таки Клуба Петербургское отделение Вы представлялись Именно в нашем городе Отдельно Отделение Да Или это Мы отдельно Когда здесь открывали отделение Сколько там лет назад Мы Кому надо В гости заехали Все в порядке у нас А кому надо Если не секрет Кому надо Кому надо Все знают Нет, даже просто интересно Ну вообще Да Для меня Естественно Как для женщины Как для журналистов В некотором роде Радиоведущей Конечно Все это покрыто Тайной Мраком В который я пытаюсь Проникнуть Никто мне ничего не говорит В общем-то Я примерно представляю Что там происходит Все очень просто Приезжают мужики К таким же мужикам Которые Живут Этим И обсуждают Своеведение Жизни Параллельно Скажем так В этом городе Вот И обсуждают Не в плане Там спрашивают Разрешение А просто говорят Из уважения Что вот Мы тоже будем Теперь здесь жить То есть вы привозите Бутылку шампанского Торт Нет, нет, нет Привезти надо Светлую голову На разговор Которая понимает Что делает И правильно Отвечает на некоторые вопросы Потому что вопросы Разные бывают Начиная от того Зачем вам Заканчивая Для чего И почему Вы выбрали Такие цвета Цвета Почему Нет, не спрашивай Не слышал никогда И Дело каждого Повторяться Вот нельзя В плане Цветовой гаммы Это Без собственной Индивидуальности Не то чтобы Это запрещено Зачем Быть похожим На кого-то Когда ты пытаешься Создать свой Поэтому Цветовая гамма Она как раз Но она мне кажется Все таки Немножко все равно Ограниченная Ну да Как раз Немного Да Мотоклуб Найт Райдерс МС Россия Сегодня Петербургское отделение Григорий и Илья В студии Все президенты И Да И Комарова Байк Вик Который пройдет 27 28 29 Девятого мая Это у нас Выходные не ближайшие А следующие Да по-моему Через неделю Да Через неделю В Комарова Приглашаются все Вот кстати Давайте поговорим О бытовых таких вещах Туалеты Будут Будут конечно В синий В приличном количестве Помимо этого Там же турбаза Там есть строения В которых тоже есть санузлы Люди которые приезжают туда На все три дня Допустим Они могут поселиться На турбазе Там уже Открыта была бронь Насколько я знаю Там уже большая часть Номеров забронирована Или даже все Вот Но помимо этого Есть возможность Поставить палатку Пока палаточный городок Будет организован Естественно Вот Можно Кому больше нравится В палатке Или кто не успел Например забронировать номер Остановиться В таком стиле Какая стоянка Там для мотоциклов Где его можно оставить Или лучше Не на мотоцикле приезжать Если там будет Стоянкой Выпивка Все очень просто Когда заезжаете Главные ворота И кто вот это смотрит Для себя Запомните Да Вы проезжаете мимо Первой маленькой сцены Там есть такая большая Площадка Куда ставятся мотоциклы На временное хранение То есть Те кто собрался Посетить мероприятия Они приехали Поставились Сели И потом уехали Кто остается На мероприятиях Там парни будут рулить Кому куда Соответственно Проезжают Сами палатками На зеленую зону Ставят Вот такие Свои там Никаких тачек На мероприятиях Ну то есть Машин мы Не пускаем То есть вообще Не пропарковаться Если даже С семьей Приехали На машинах Попарковаться Можно по всему Комарова Пешком на фестиваль Там требовал заходить Были Азные прецеденты Там и деньги Студят дать Но мы для себя Решили Что Там это мероприятие И машина То есть автомобили Фри Не нужны Будут Технические автомобили Естественно Без них никуда Но это Не гостевые Не посетители Там И чтобы не было Там потом Споров И ссор О том Что Вот там Я видел машину Там какую-то Меня не посетили За деньги Там Машины Я готов был заплатить Нет Машины Только технички Вот Гостевые Никаких тачек Там не будет Вообще Там это мероприятие Традиции Мы переняли У наших Карельских братьев У них Также Не пускаются Автомобили На мероприятие Потому что Дух мотоциклизма Омрачать Четырьмя колесами Железными коровками Орет Какая-то Музыка Свои Вечеринки Эти автомобили Но это Мы не хотим Скажите Вход Платный Я бы не назвал Это платным Входом У нас Зародилась Такая традиция С пешеходом Брать там Любую бумажную купюру Там 50 10 Бумажную Без разницы Вот Исход Грубо говоря Бесплатный Грубо говоря Вот Но есть Там Такая вот Штука Типа Бумажная купюра Для пешеходов Ну помимо этого Сейчас все Перебью Кто с палаткой Берется Сбор Сбор Экологический 300 рублей За палаточное место Берется он Не просто так Потому что там Будет потом Администрация Подметать Убирать Анимателинговую компанию Мешки В общем Мы на входе Денег там Соответственно Не зарабатываем По большому счету Все будет Втряхнуто Которые будут Подметать После этого Все мероприятия Кстати До залива Там далеко? Я честно говоря Там не ходил Только ездил Ну ехать Две минуты За забором Почти Ехать две минуты Там может быть Есть желающие Искупаться Да Там вместо Турбазы пойти Там вниз спускаешься Вот там и вода Я ее видел Своими глазами Там залив Тем более Обещает потеплеть Может градусов 16 уже будет Отлично Сразу Сто покупающих Сейчас Конечно Самое то Купаться Я думаю Там не получится Потому что 16 градусов Надо очень любить Купаться Чтобы залезть в воду И очень подогреться С детьми Можно приезжать? Конечно Помимо этого С детьми Для тех Кто будет С детьми Будет организована Отдельная Детская зона Где можно Будет ребенка Оставить Там с такими И же другими Детьми Будет площадка детская Мы ее лично Протестили И да У нас есть Небольшой видосик Где мы катаем Машинки К песочнице На группе Комарова Выложен А кстати Вот по поводу Конкурса Мисс Комарова Байквик Дамы Которые приедут У них Будет какое-то Там помещение Где они могут Прихорошиться Почему Все считают Что это Конкурс Красоты И сисек И что надо Прихорошиться Слушайте Даже если Это конкурс Писательского Интеллекта Как мы Предположили Вначале Не важно Женщина Всегда Остается женщиной Она всегда Тем более Выходя на сцену Наверняка Она выйдет На сцену Ведь да Ну не знает А на счет Сцены Ну куда-то выйдет Ну куда-то выйдет Церемон Она выйдет В люди приличные Женщина Всегда хочет Прихорошиться Подкрасить губы Прилично Как только где-то По ее Я думаю Что в беде Не оставим В любом случае Если кому-то Надо будет Обязательно Что-то придумать Может она хочет Красивое платье Надеть Ну я думаю С этим проблем Не будет Надеть красивое платье Суть-то конкурса Все-таки Не в красивом платье И хождение В бюстгальтере Нет этого всего Там нету Девчонки Они все Во-первых Красивой душой Во-вторых Другими делами Соответственно Причесаться Потому что мы найдем Где-то сделать Так интересно Загадочно Звучит Хороши Другими делами То есть я представила Что вы Конкурсанткам Даете лопату Заставляете Например Грядку Спахать Это идея Лопату Закидывать бабки Которые будут дарить Нет Сначала Она пишет Изложение Писательское А потом Скопает грядку Вы нам Прямо столько Сейчас пищи Для конкурса Дали идеи Ну это же Ничего Мы уже думаем Что звучит Сделайте По другому Чем как задумывали Ну у вас все еще Впереди Я надеюсь Что этот праздник Пройдет Хорошо Что придет Много народу Что все ваши Ожидания Будут оправданы В том числе И погодные Что будет тепло Что не будет дождя Что все останутся Довольны И Конечно Вы захотите Сделать наверняка Это регулярным Мероприятием Комару Бай К Вик Я от всей души Желаю вам этого Спасибо Мы приложим Все усилия Для того Чтобы Всем все понравилось В том числе и нам Я напомню Что сегодня У нас в гостях Был мотоклуб Найт Райдер С МС Россия И мероприятие Они представили Сегодня Дебютное мероприятие Ну и я уверена Что с таким богатым Оптом Как у вас По проведению мероприятия Уже Все здесь Продумано И судя из разговора С вами То не должно быть Никаких Таких Неожиданностей Безопасности Обеспечиваете вы сами Безопасность Обеспечиваем Мы Не прибегаем К безопасности От этих чопов У нас Будут действительно Люди Которые будут Действительно Следить за безопасностью А не которые Стоят просто так Для проформы Будет специально Обученных 10 человек Которые Займутся этим вопросом Вот И будет все В рамках приличия И закона Мероприятие Будет охраняться Илья и Григорий Мотоклуб Найт Райдер С МС Россия Спасибо И до встречи Приходите еще Спасибо вам Завидите еще раз До свидания